Добрый день, меня зовут Виталий, я из компании SberAvto. Я работаю в отделе, который занимается безопасностью приложений, продуктов компании. И сегодня я бы хотел рассказать про, наверное, уже знакомый многим инструмент SEMGREP, который мы также используем в компании, но сделаю акцент на стек-технологии SberAvto. Позвольте представить стек-компании. Это облака, микросервисы, бэкэнд на языке Go, фронт на React и мобильное приложение на React Native. Также хочу обратить внимание, что компания представлена на площадке BugBounty, и мы приглашаем всех принять участие и попробовать найти у нас баги. На данный момент SEMGREP имеет различные решения для анализа кода, для проверки зависимостей, для поиска секретов. В докладе я буду говорить конкретно про SAST, который представлен в виде open-source версии вместе с набором комьюнити правил, а также проприетарной версии SEMGREP код, которая представлена уже расширенным набором правил, а также движком, который умеет выполнять кросс-процедурный и кросс-файловый анализ. Соответственно, SEMGREP код можно попробовать бесплатно, а полные условия использования можно найти на сайте SEMGREP. До SEMGREP мы использовали разные open-source инструменты под отдельные языки, и это приводило к тому, что много времени требовалось на актуализацию правил, на разбор дефектов. Также минусом было отсутствие тейнт-анализа, поэтому мы стали присматривать инструмент, который помог бы решить данные проблемы. В рамках сравнения я взял три инструмента для языка Go, которые умеют выполнять тейнт-анализ. Правда, стоит заметить, что GoCart, в отличие от двух других решений, умеет сканировать проекты только на Go. SEMGREP и CodeQL, соответственно, поддерживают множество языков. Я запустил сканирование на open-source проектах с гитхаба с типовыми уязвимостями на дефолтных наборах правил, то есть использовал те правила, которые уже имеются у инструментов. На слайде плюсом в скобках отмечены кейсы, когда не отработало правило в режиме тейнт, ну, либо такого правила, соответственно, не было в наборе на данный момент, но сработало правило, которое ищет в коде определенную конструкцию. И в целом это тоже можно отметить как плюс, потому что можно, используя эти правила, доработать их уже под конкретное приложение, чтобы они работали в том числе и в режиме тейнт. Но здесь, наверное, стоит чуть-чуть прокомментировать. То есть, например, в коде есть строка, где через конкатенацию какой-то параметр подставляется в SQL-запрос. То есть это может быть как true-positive, так и false-positive в зависимости от того, откуда берется этот параметр. Если это константа, объявленная где-то ранее в коде, то это false-positive. Если же этот параметр развлекается из запроса пользователя, то это потенциально может быть с высокой вероятностью true-positive. Понятно, что там могут быть другие нюансы, то есть преобразование к N2, различные санитайзеры, но тем не менее это ощутимо снижает вероятность false-positive. Симгреб после запуска строит айстое дерево, которое затем преобразуется в промежуточный язык, к которому уже и применяются правила. И это позволяет писать правила одинаково для всех языков, то есть синтаксис будет одинаковый, а в качестве паттернов используется конструкция самого исходного кода. CodeQL требует предварительное создание базы данных проекта, то есть отдельным запуском инструмента мы создаем из исходного кода базу, и следующим запуском в этой базе можно поискать уязвимости, используя наборы правил. Это требует больше времени на анализ проекта, на скан проекта, но главный минус CodeQL в сравнении с Симгреб – это более сложный синтаксис правил, то есть намного больше времени потребуется, чтобы начать писать свои правила и адаптировать инструмент уже под конкретные приложения. Можно выделить следующие плюсы Симгреб – это возможность интеграции в CICD, простой синтаксис правил, много уже готовых наборов правил. Симгреб не требует сборки проекта, в отличие от CodeQL. Это также может быть полезно в определенных сценариях запуска. Симгреб поддерживает тейнт анализ, при котором мы не просто ищем некий паттерн в коде, например, вызов, небезопасный вызов, но и определяем источник данных, которые должны быть подставлены в этот вызов. Это помогает уменьшить количество ложных срабатываний. Также стоит отметить удобную кастомизацию и поддержку скана конфиг-файлов. Это важно, поскольку безопасность приложения во многом зависит и от настроек конфига. Рассмотрим режимы работы Симгреб. На примере популярной уязвимости – это подделка запроса на стороне сервера, то есть в ходе эксплуатации сервер от своего имени отправляет запрос на адрес, который ему подставил злоумышленник. На слайде справа правило Симгреба, слева код и отмечены строки, на которые данное правило отработает. Стоит отметить, что в коде сразу можно указать паттерн, который нужно исключить из результатов. Также можно убрать из скана определенные директории. Это поможет уменьшить количество ложных срабатываний, также уменьшить время на сканирование проекта. В режиме Taint мы не просто ищем наш небезопасный вызов, а определяем источник данных, которые будут в него подставлены. И в качестве источника можно указать аргумент функции. Это актуально для open-source версии, которая умеет проводить Taint-анализ только в пределах одной функции. И может быть полезно для режима Join, о котором чуть позже. ProEngine, проприетарный движок, умеет выполнять кросс-процедурный и кросс-файловый анализ. И в данном примере в качестве источника уже не аргумент функции, а запрос, приходящий от пользователя. То есть на слайде можно видеть, что source и sync разнесены по разным функциям, но запуск ProEngine приведет к тому, что правило отработает, и наш небезопасный вызов будет найден. Все было бы слишком просто, если бы не минусы 7-грепа. Предположим, здесь используется не вызов функции, а вызов метода определенной конструкции. И правило уже не отработает, не поможет даже ProEngine. Как обходное решение, это использовать еще один режим 7-грепа, это режим Join. Его можно сравнить с Join и с QL запроса, когда мы объединяем таблицы по определенным столбцам, но здесь вместо таблиц правило, а вместо столбцов метапеременные, указанные в каждом из правил. То есть предыдущий кейс делится на две части, определяются два правила, которые затем объединяются при помощи Join, и результирующее правило успешно отрабатывает и ищет наш небезопасный вызов с учетом именно источника данных, то есть запроса, приходящего от пользователя. Также стоит отметить, что для данного примера достаточно open-source версии, ProEngine здесь необязателен. Еще один пример, когда правило 7-греп не отработает. Здесь данные извлекаются не из аргумента функции, а из заранее созданной структуры. Правило также не отработает. Как обходное решение, как вариант можно попробовать отслеживать данные, которые попадают в структуру при создании. То есть если это данные, которые берутся не из конфига, а из запроса пользователя, то потенциально это тоже может приводить к проблемам. Однако стоит заметить, что такой подход может в то же время привести к увеличению ложных срабатываний. 7-греп поддерживает скан конфиг файлов, и в данном примере 7-греп нашел небезопасную конфигурацию в Android-манифест файле. При таких настройках Android-приложение будет запущено в режиме отладки, что создает серьезные риски для безопасности приложения. А в данном примере 7-греп нашел проблему внутри докер-файл. Здесь приложение внутри контейнера будет работать с правами рута, что также является крайне небезопасной практикой. Проприетарная версия 7-греп код имеет шаблоны для внедрения в разные CI-CD системы. Стоит отметить, что для работы необходимо быть залогиненным в облако 7-греп, то есть получить токен для взаимодействия. После этого выполняется команда 7-греп CI, настройки и правила подтягиваются из облака, выполняется локальное сканирование, и результаты также отправляются в облако. И через веб-интерфейс можно проводить работу с дефектами, то есть выполнять триаж. Open-source версия представлена в виде CLI-утилиты, которую можно запускать с набором аргументов, а результаты выводить в консоль, либо в файл. Существует готовый образ 7-греп, который можно взять и начать использовать. В Sbiraft мы не используем готовые образы, то есть мы собираем свой базовый образ 7-греп, поверх него собираем образ с набором актуальных правил, образы загружаются в хранилище компании, дальше контейнер запускается на базе GitLab Runner, а результат отправляется в агрегатор. То есть при необходимости добавить новые правила или актуализировать набор, мы пересобираем только второй образ. В завершении я бы хотел также отметить языки и технологии, которые поддерживает 7-греп, их довольно много, и поделиться ссылками на наборы правил. Сегодня у меня на этом все. Я надеюсь, что мой доклад был полезен для вас. Я буду рад вопросам, буду рад обменяться опытом по использованию инструмента. Мои контакты на слайде, можете писать, пожалуйста. И спасибо вам большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok